Здравствуйте дорогие друзья! На нашем канале уже были рассказы про Иосиф Володский и Ново-Иерусалимский монастыри. Поездка по монастыря Московской области состоялась в июле 2018 года. И помимо монастырей мы посетили также много других интересных мест, про которые будет отдельный рассказ о каждом. А сегодня я хочу представить вашему вниманию рассказ про Савино-Строжевский монастырь. Каждый раз, когда мы бываем в подобных местах, то нам в глаза бросаются различные особенности, которые вроде и не прячет никто, но все проходят мимо и никто как-то на них не обращает никакого внимания. Вот эти особенности я и хочу вам показать. Надеюсь, вы также увидите за ними нечто большее, чем говорится в официальных данных. Для начала, как всегда, краткая официальная историческая справка. Монастырь основан в 1398 году под Звенигородом, в 50 километрах от Москвы, на высоком берегу реки Москвы, на горе Стороже, которое являлось оборонительным укреплением московского княжества. Его основал преподобный Савва, занегородский чудотворец, один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. По просьбе занегородского князя Юрия Дмитриевича, второго сына великого московского князя Дмитрия Донского. В истории монастыря было два основных строительных периода. Первый – это с конца XIV до начала XVII века, и второй – с середины XVII до XIX века. Первоначально был построен небольшой деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы и келья при нем. Добрая слава о житии занегородского игумена разносилась далеко окрест, и иноки стекались в обитель, ища духовного руководства. Строились новые кельи. Монастырь был обнесен деревянной оградой с воротами с северной стороны. Занегородский князь Юрий Дмитриевич почитал преподобного Савву и покровительствовал обители. Князь получил благословение святого на далекий военный поход против камских булгар и по преданию преподобного Саввы вернулся. В благодарность на устроение монастыря были даны монастырю села и деревни в Занегородском и Русском уездах. Друзья, обращаю ваше внимание, речь сейчас о XIV веке. Официально крепостного права еще нет, оно будет введено лишь соборным уложением в 1649 году. Ну, продолжаем читать официальную историческую справку. Около 1405 года был сооружен белокаменный рождественский собор. В начале XVII века обитель пострадала во время польско-литовской интервенции. Монастырь из Занегородского округа грабили войска двух самозванцев, Лжедмитрия I и II, а также польского королевича Владислава. К северу от собора можно увидеть фундаменты древних построек. В ходе раскопок 1955-1957 годов удалось выяснить, что в начале XVI века с Занегородским князем Юрием Ивановичем на этом месте были построены святые ворота с храмом во имя преподобного Сергия Радонежского и трапезной палатой. Реставраторами раскрыта апсида храма и одна четвердая часть подвального этажа трапезной. Пострадавшие смуту церковь и трапезная были разобраны в период обновления обители в середине XVII века. Монастырь стал возрождаться уже при первом государе из династии Романовых, Михаиле Федоровиче, и его отце, патриархе Филарете. Интересный вопрос, правда? Если кто не знал, патриарх Филарет – отец первого царя из династии Романовых. Ладно, читаем далее. В 1650 году царь Алексей Михайлович издал указ о перестройке монастырского ансамбля по новому плану, с которого начался второй в монастырской истории строительный период. Тогда же вблизи монастыря были заложены кирпичные заводы, которые обеспечивали стройку большимерным кирпичом. В 1650-1656 годах были построены основные здания и крепостные стены. Длина – 760 метров, высота – 8-9 метров, толщина стены – обратите внимание, около 3 метров, с семью башнями, из которых до наших дней сохранилось лишь 6. В стенах обители находился так называемый больничный монастырь с больничными кельями и церковью Иоанна Листвичника, фундаменты которой сохранились до наших дней. В память об обретении мощей преподобного Савы Строжевского, которое произошло 19 января, 1 февраля по новому стилю, 1652 года, по царскому указу на Московском пушечном дворе мастером Иоанном Фальком был отлит благовесный колокол более 1344 пудов – это 22 тонны. Судьба этого колокола неизвестна. В память другого события – церковного собора, осудившего патриарха Никона, был отлит государевым пушечным и колокольным мастером Александром Григорьевым новый благовесник – более 2125 пудов, то есть 35 тонн. При Екатерине II митрополитом Платоном был осуществлен проект размещения в стенах обители духовно-учебного заведения – семинарий, который находился в Царском дворце. В XIX веке тремя изданиями вышел капитальный труд по истории обители, написанный одним из виднейших представителей Московской церковно-исторической школы, ректором Московской духовной академии Смирновым. В марте 1919 года монастырь закрыт. В советское время в обители размещались различные учреждения – воинские части, санаторий, музей. В 1995 году монастырь был возрожден. В настоящее время в Саевно-Старожевском монастыре находятся 30 монахов и послушников. При монастыре устроен детский приют, действуют двухгодичные богословские курсы для взрослых, открыта библиотека с читальным залом, фонды которой составляют 6,5 тысячи томов. Конец краткой официальной исторической справки. Друзья, вроде все просто и ясно, если не вдумываться. А давайте вместе прогуляемся по монастырю и вдумаемся как в официальные данные, так и в то, что мы увидим. Въездную арку на северных воротах подрубили, чтобы могли въехать грузовики. Изнутри это также видно. Также видно, что северная башня не имеет трубы. Хотя есть фотография за 1909 год, на которой труба есть. И имеется фотография за тот же 1909 год, на которой этой трубы нет. И это одна и та же северная башня. Это якобы фундамент древнего больничного храма Иоанна Листричника, разобранного в виду ветхости в 18 веке. Однако, что мы видим? Размер кирпича современный, Ориентация по сторонам света правильная. Очень похоже на новодел для туристов. Так выглядит соборная площадь монастыря. В разные годы она имела разный вид. Вот фотография 1870 года. Вот фотография 1881 года. Обратите внимание, появились деревья и беседка. Вот еще фотография, якобы тоже 1881 года. Но на ней еще нет беседки. И деревья недавно посажены. Также обратите внимание на колокольню. Нет крыльца. Вот фотография соборной площади от 1983 года. На ней слева мы уже видим крыльцо на колокольню. В наше время белое крыльцо на красную колокольню очень хорошо видно. И вот это крыльцо, а также пункт раздачи святой воды под ним. Все это полностью новодел. Хотя и выглядит, как очень древнее сооружение, даже со стяжками. Мы входим вот в эту дверь и поднимаемся по лестнице. И здесь видим уже современные перегородки. Хотя понятно, что изначальный проход шире и ниже. И скорее всего деревянную лестницу также сделали не так давно. Это язык второго благовесного колокола. Согласно официальным данным, первый благовесный колокол отлили на Московском пушечном дворе в 1652 году. Весил он 1344 пуда. То есть это 21,5 тонны. Я не спрашиваю, как его планировали поднимать на колокольню. Хотя это тоже интересно. Я спрашиваю, как его сюда привезли. Или планировали привезти. Железные дороги, как мы знаем по официальной версии истории, появятся только в 1837 году. За городом все дороги грунтовые, а асфальта вроде как не было. Грузоподъемность одной обычной телеги, запряженной лошадью, около 750 килограмм. Ну были еще, конечно, телеги-тяжеловозы, способные перевозить до двух тонн. Но как и на чем собирались притащить этот колокол? Что характерно, колокол потеряли. Поэтому в 1668 году отливают второй, вверх уже в 35 тонн. То есть 2125 пудов 30 гривенок. Согласно официальным данным, его отливали прямо тут, в монастыре, на Соборной площади. Видимо, чтобы не тащить и не потерять. Яма для литья сохранилась в нескольких метрах от звонницы. Сразу возникает вопрос. А где плавили металл? Ведь это не грузило для удочки отлить. Для того, чтобы вам было понятнее, приведу пример. Закройте глаза и представьте себе танк. Вес этого колокола примерно равен весу танка Т-34-85. Образца 1945 года, весившего 32 тонны. Представили? А теперь представьте, что вы этот танк потеряли. Так вот, друзья мои, где плавили весь этот металл? Тут уже не играет особой роли. Чугунный был колокол или бронзовый. Так как чугун, это по сути железо с высоким содержанием углерода. Температура плавления чугуна от 1150 до 1200 градусов Цельсия. То есть примерно на 300 градусов ниже, чем у чистого железа. Бронза – сплав меди, обычно с оловом, в качестве основного компонента. Температура плавления меди – 1085 градусов Цельсия. Олова – 231 градус. А температура плавления бронзы, в зависимости от марки и включения примеси, составляет 930-1140 градусов Цельсия. Таким образом, температура плавления меди, чугуна, бронзы – они примерно одинаковые. И учитывая объемы 35 тонн, плавильная печь должна иметь нешуточные размеры. И исходя из технологии отливки колокола, печь была не одна. Тогда встает вопрос о доставке исходных компонентов для плавки. Руды, флюсов, топлива, кирпича для постройки печей. Кстати, согласно тем уже официальным данным, в 1650 году вблизи монстры были заложены кирпичные заводы, которые обеспечивали стройку большимерным кирпичом. То есть, мы имеем дело с крупным промышленным предприятием, где как минимум плавили металл и делали кирпич. Это как минимум. Именно поэтому этот монастырь, как прочим и другие, располагается возле реки. Это транспорт и вода для производства. Кстати, согласно официальным же данным, около монастыря была плотина. Причем тот факт, что тут было промышленное производство, никем даже не скрывается. Но об этом вряд ли расскажут на экскурсии. Вместо этого на экскурсиях нам будут рассказывать, как защитники мужественно отстреливались из бойниц, обороняя монастырь. И для экскурсоводов не важно, что сейчас эти бойницы на уровне земли. Или даже ниже. Кстати, точно такие же бойницы мы уже видели в Ново-Иерусалимском монастыре. Но к бойнице мы еще не раз сегодня вернемся. А сейчас еще пару слов про благовестный колокол. Обратите внимание на нижние три строчки на колоколе. Вы можете узнать буквы? А так? Это сохранившаяся прорисовка. Я не могу гарантировать, что это прорисовка надписей именно с этого колокола, так как колокол разбился, когда его пытались снять в октябре 1941 года при наступлении немецких войск на Москву. Но даже, сматриваясь в фотографию, видно, что буквы больше похожи на иероглифы. Официальные историки называют это просто «тайнописью», в кавычках. Ну, чтобы избежать неудобных вопросов. И, кстати, существует несколько вариантов перевода этой надписи. Друзья, с тайнописями, при желании, вы можете ознакомиться самостоятельно. Ссылки будут в описании. Касательно нашего колокола, то по официальной версии его переплавили. И сохранился лишь этот «маленький» кусочек. Для сравнения, по размерам этот кусок примерно как два современных кирпича, положенных рядом. Сколько весит этот кусок, не могу сказать, так лежит он в музее на витрине под стеклом. Продолжаем осмотр территории монастыря. Представьте себе, идете вы, никого не трогаете, осматриваете местные достопримечательности, и тут опа! А где-то там внизу, оказывается, есть ворота. Окошки, ходят люди. Тут высота около 10 метров. Позже мы туда обязательно спустимся. А сейчас, друзья, скажите, это тоже так строили? Или это культурный слой? Или опять лошади виноваты? А может, монахи себе мусор под ноги накидали? Или башня с воротами просела на такую глубину? Уверен, если даже мы все проголосуем, каждый за свою версию, то большинство голосов в данном случае не обязательно будет истиной. Чтобы понять, что это такое мы видим, нужно совсем немного. Нужно перестать мыслить по школьным шаблонам, а начать думать своим умом. Кто-то мне сейчас отразит, мол, это рельеф такой. Ну что же, смотрите сами. Уровень грунта изнутри выше арки ворот. Богорок у стены снаружи наполовину арки ворот. То есть изнутри уровень все равно выше. И потом, если смотреть фотографии, то четко видно, что ворота располагаются как бы в низине. То есть только их и откопали, как смогли. А стены откапывать просто не стали. Это легко определить по тем же бойницам, которые мы обязательно увидим далее. Вот на этой фотографии 1918 года, справа от ворот, видно облупившуюся штукатурку, которая как раз выше арки ворот. Это произошло потому, что кирпичная стена подсасывает влагу из грунта, которая находится как раз за этой стеной. А учитывая, что на той стороне в этом месте соединяются горизонтальные и вертикальные поверхности, то влаги это место стены набирает гораздо больше, чем правее или левее по стене. Примеры подсоса влаги стеной из грунта мы сегодня еще увидим далее. Что касается рельефа местности. Почему сейчас перед строительством любого сооружения, будь то просто частный дом или тем более завод, проводят геодезические работы? Строительную площадку выравнивают, выверяют. А наши предки неужели были глупее? Современные постройки по современным технологиям, современным инструментам, техникой и материалами стоят 50 лет и разваливаются, несмотря на обслуживание, ремонт и уход. Они грамотные крепостные, не умеющие читать чертежей, лопатами и топорами строили такие сооружения, которые стоят 500 лет, порой без ремонта и должного ухода. И не разваливаются? И кто же глупее? Строители прошлого, построившие это? Или нынешние? Или современные историки, что втирают нам дичь, пронемытую и необразованную страну, населенную дикарями, кидающих объедки себе под ноги и не умеющих делать ничего, как жить в лицу и молиться к лесу? Друзья, решать вам. А сейчас давайте вернемся на территорию монастыря и продолжим осмотр. Перед нами остатки фундамента. По официальной версии, это подвалы надворатной церкви Сергия Радонежского. Посмотрите, четко видно, что камни пиленные и они выложены якобы по периметру бывшего храма. А теперь посмотрите на вход в нижний этаж, который сейчас закрыт решеткой. Получается, что когда храм был целый, вход в этот подвал был посреди зала, а это типичное окно. И куда оно выходило? Тоже вовнутрь храма. А посмотрите на кирпичи этого древнего, в кавычках, фундамента. Это современные кирпичи, положенные на цементный раствор. Семент. Семент. Ага. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 из красного кирпича ведь она и так выглядит очень красиво если только не нужно нанести рисунки на стену или что-то скрыть это штукатуркой больше смысла нет мы уже спустились от современного уровня на целый этаж смотрите лестница все еще идет вниз здесь дверь была был засор монахи закрывались от монахов наверное на такой засов вот там находились когда гуляли никого не трогали и нашли это место вы видите или это вижу только я рост моей дочери метр шестьдесят восемь и здесь вмещается 4 ее роста и еще место остается видимо хитрая такая была задумка архитектора вот те самые царицыны палаты вид сзади я конечно могу ошибаться но мне кажется что тут два этажа определенно здание с этой стороны гораздо выше чем со стороны парадного хода посмотрите на бойницы здесь они на уровне земли то есть это либо нужно еще ниже копать либо тут стрелки располагались лежа к бойнице мы еще вернемся далее а сейчас смотрим на первый этаж который является подвалом если зайти с другой стороны друзья это похоже на подвальные окна обратите внимание снова прямые окна они присутствуют наравне с арочными надеюсь все поняли что мы тут видим с одной стороны у нас один этаж и еще слой грунта прямо перед ним а с другой стороны у нас два этажа и это одно и то же здание а а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Как оно могло так просесть? Или это царица и монахи кидали мусор в окошко, причем преимущественно на соборную площадь? Или все же это специально так построили? Тогда обратите внимание на эту арку, накрытую брезентом. Очевидно, что это очень старое строение, но глядя на нее возникает вопрос, а с какой стороны располагалась остальная часть постройки? Это тоже так строили? Глядя на царский дворец, сразу бросается в глаза закладная для привязки соседней стены. Причем эта закладная сделана не по краю стены, а со смещением. Как будто здание, которое предполагали построить, также должно строиться со смещением. Однако на старых фотографиях этой закладной нет, и судя по взаимному расположению собора Пресвятой Богородицы и Царского Дворца, А последний сейчас имеет такие же размеры, как и на фотографии. Хотя я, конечно, могу и ошибаться. Тогда это закладная от самого крайнего справа крыла, которая была разрушена по каким-то причинам, и об этом нигде не написано. Более того, везде подчеркивается, что Царский Дворец чуть ли не единственный, который сохранился с 17 века. Короче говоря, возникает такое чувство, что эту закладную специально сделали уже в наше время у всех на виду, прямо перед входом, чтобы подчеркнуть древность сооружения. И чтобы на нее все сразу обращали внимание и не замечали более существенных вещей. Например, на встроенный этаж Царского Дворца. В том, что этот этаж на встроенный, нет никаких сомнений, так как стиль постройки совершенно разный. Хотя, разглядывая старые фотографии, на некоторых мы видим орнамент, украшающий окна второго этажа. Но в наше время этого орнамента нет. Ну, видимо, обсыпался от времени. Перед нами житная башня. Стена имеет двойной арочный проем, а в самом низу еще и бойницу, обустроенную для слива дождевой воды. Так вот для чего бойницы-то нужны. Если присмотреться в эту бойницу, то видно, что снаружи уровень грунта ниже. О, насколько выше подхода. Вот здесь трещины. То есть это видно старый. Старый, старый, старый. Расстряскался. И вот туда еще уходит ниже. Теперь давайте пойдем в саму башню. Мы видим деревянные ступеньки, ведущие вниз к двери. То есть от трех этажей Царского Дворца есть еще пространство вниз, которое просто не откопали. Видеть подъем. И здесь вот уходит еще ниже. Вот как раскопано. Или не закопано. Чего-то там такое интересное. Тут у нас крепостная стена. Напротив стены тот самый Царский Дворец. И в нем бойница. Как мы видим далее, такая бойница тут не одна. Эти бойницы, расположенные в стене Царского Дворца, смотрящие в сторону крепостной стены, предназначались, наверное, для заградотряда, чтобы защитники со стены врагу не сдавались живыми. А под бойницей арка, прямо в дорогу. Ну, это, конечно же, так строили. Вот еще две бойницы на втором этаже. Тоже, наверное, заградотряд. Друзья, ну вы видите трубу в бойнице? Так вот, все гораздо проще. Никакой там не заградотряд. И бойница это вовсе не бойница. Это вентиляция. А эти отверстия продухи. Ну, или поддувало. Кому как удобнее. Не в этом ли секрет? Всех бойниц. Перед нами западная стена. Судя по тому, что она имеет такое сильное влагостное разрушение, то однозначно можно сделать вывод. Внизу стены нет гидроизоляции. И как мы уже видели, и еще увидим далее, уровень грунта снаружи гораздо ниже, чем изнутри. Из грунта происходит подсос влаги. Зимой эта влага замерзает. А как мы знаем, вода при замерзании расширяется. Вот и проволок кирпич. Кстати, снаружи западной стены до сих пор сохранились контрфорсы. Обратите внимание на кирпичную кладку в них. Ряды кладки расположены под углом к поверхности земли. И сделано это намеренно, чтобы оказывать большее сопротивление распирающему усилию, идущему от стен. Видимо, построить контрфорсы в 19 веке было проще, чем вывозить весь грунт с территории. Именно поэтому они и сохранились до наших дней. Теперь давайте пойдем внутрь царицыных палат. Есть там одно интересное место. Здесь обе двери закрываются изнутри этой комнаты. И посмотрите, какая разница высоты дверей. Если арка одной двери мне на уровне глаз, то до другой я даже дотянуться не могу. И что характерно, следующая за ней дверь нормального размера. Друзья, у кого какие мысли, для чего так было сделано? Вот это были петли. И здесь. Примерно то же самое, что вот она. И здесь. Ну, тут я вот достаю. Помните, в Ново-Ирсталинском монастыре перед зданием была арочная эстакада, поверх у которой были балконы. Вот здесь то же самое. Перед зданием похожая конструкция. И по уровню грунта, возле собора, она также совпадает. Крыльцо на колокольню. Выдолбленная вверх дверь. На фотографии 1881 года нет этого крыльца и, соответственно, двери. То есть переделывали уже после переделки. Вот эти два окна на уровне грунта гораздо интереснее. И это не закопаны окна. Эти окошки на самом деле так построили. Точнее переделали. Ведь если всмотреться, то видно, что эти окна в большой арке, идущей в землю. Согласно официальной информации, первоначальное здание трапезной имело четыре этажа. А в начале 19 века оно было перестроено. И сейчас мы видим только два этажа. И где же интересно еще два этажа? Их тоже потеряли, как колокол в 21 тонну. Или при перестройке сломали? Или просто не стали откапывать? А может, все-таки это относится к этому? А не к этому? Это больше как пристройка? С востока к трапезной примыкает церковь преображения. Ну, то есть это с той стороны. У нас восток как бы оттуда. Да. Запуск вот там, восток там. Да, да. То есть, может быть, трапезная это все-таки вот это? То есть тогда здесь два этажа, а где еще два? Два перестроены, засыпаны. Они там, внизу. Вот. И они даже об этом... Они так не знают. Ну, может быть, они соответственно. А тут они выгонят. И последнее, что хотел вам сегодня показать, это находка археологов при раскопках на территории монастыря. В музее висит вот такая вот фотография. Тут, как говорится, без комментариев. Ну что же, друзья, давайте подведем краткий итог к увиденному сейчас. Первое. Савино-Старожевский монастырь в прошлом промышленное предприятие. Второе. Применение помещений сейчас не такое, как было изначально. Третье. Монастырь изнутри засыпан минимум на 8 метров. Четвертое. Переделки в монастыре происходят даже в наше время. Цель этих переделок скрыть истинное прошлое данного места, удревнить его христианскую историю и сделать привлекательным для туристов. Пятое. Находки археологов, горы Костей косвенно подтверждают версию катаклизма. Друзья, на этом еще не все. Далее в серии про монастыри будет рассказ о Лужецком монастыре. Вас ждет много интересных, а для кого-то и неприятных моментов. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Лужецком монастырия. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok